Всем здравствуйте! И вы, и я Ольга Дуброва на канале Процветок. Сегодня мы посеем мелкие семена. Мы уже с вами сеяли лабелию, бегонию, наверное, сеяли, но как-то я очень пристально рассказывала про лабелию. И для того, чтобы дождаться ее цветения срок, то есть в начале лета, в июне месяце, например, то мы должны ее посеять заранее, где-нибудь в феврале месяце. А что такое февраль? Это я вам напоминаю. А что такое февраль? Это темно и прохладно на окошке. Как найти такое место? Вот человеку, у которого кроме окошка-то ничего нет. Лабелию хочется, семена мелкие. Как посеять? То есть я отбрасываю сроки. Вы понимаете, если сеем в феврале зацветет в июне, если сеем в марте, в конце июня, ну и так далее. Я хочу вернуться все-таки к методу. Можно сеять там разные советы по снегу, чтобы видно было. Можно сеять, перемешать с песком, только какой должен быть песок. Еще и песок перед этим просеять. Да ну и эту бегонию, скажете вы. Поэтому вашему вниманию я хочу предложить мой новый метод. Как мы его назовем? Ну, что-нибудь придумаем в процессе. Для этого можно взять прозрачные стаканчики, просто чтобы было вам интереснее. Я в прозрачные поместила и туда уже замочила семена. Во-первых, вам все скажут, не замачивайте семена бегонии, лабелии, потому что они мелкие, вы их потом не просушите. Так оно и есть. А я их не собираюсь сушить. Во-первых, допустим, семена у бегонии, хоть как вот глазом и не посмотришь, не увидишь, они достаточно плотные оболочки. И эта оболочка позволяет им долго сохранять схожесть. Когда мы их замочим, хотя бы в течение часов трех. Пусть они опустятся на дно, они все равно опустятся на дно. Видите, вот они там у меня уже над ним гуляют. Это будет стимулировать прорастание. Можно марганцовочки, что-нибудь такое стимульнуть, если семена ненадежные. Конечно, если вы покупаете в магазине гранулированные, дрожжированные семена, их там будет мало штучек, и тогда их удобно разложить даже зубочисткой или чем-нибудь таким вот, то, что вам удобно, по поверхности почвы. Ни в коем случае не замачивайте и никакого смысла замачивания нету, потому что мы смоем всю ту оболочку с пестицидами какими-нибудь, с поверхности семечки. А я говорю о том, когда семян достаточно много, или вы не знаете, как их все-таки распределить по поверхности, потому что здесь задача стоит в том, чтобы не загустить посевы, потому что всходы, когда начнут прорастать, то они начнут душить друг друга. А если будет прохладно и влажно, то растения могут погибнуть, потому что из-за низкого проветривания и вот этих вот отрицательных факторов накинется на них черная ножка. Такую мелочевку пикировать совершенно невозможно, рассаживать это означает. Поэтому мы будем ждать того момента, когда там уже появится первый, второй и еще какой-нибудь листочек. Мы не дождемся при загущенных посевах. И вот мой метод направлен на то, чтобы обхитрить эти семена и сделать нам удобным посев. Ну вот и давайте посмотрим на это чудо, что она из себя представляет. Вот здесь я хочу ужаснуть вас семенами бегонии. Это будет лабелия. Не удивляйтесь окраски семян, потому что сорт называется white lady и они такие светло окрашенные. Вот немножко уже крупнее, чуть веселее, но снова же печали еще достаточно при посеве. А петуния, я бы сказала, даже это уже крупные семена, потому что вполне себе видно. Вот такие вот хорошенькие, все уже понятно. Это не какая-нибудь там пыль, а вот уже каждая семечка видно. Но все равно, как ее сеять. Прямо как специи какие-то. Карри, сумах. Значит, здесь у меня бегония. Для того, чтобы посеять, я наливаю в стаканчик вот столько воды. Так, чтобы даже еще добавлю. Если брать такой стаканчик, то мы нальем практически половинку стаканчика. Следующее это у меня будет. Видите, как они там хорошо упали на дно. Их тоже заливаю водой. Насыпала заранее уже в лоточек землю. И чтобы вам показать, что я буду дальше с ней делать, я ее разравниваю. Зачем мне эта палочка разровняла. Земля должна быть просеянная, семена мелкие, поэтому просеять надо обязательно, через что хотите. Можно воспользоваться ситом, дуршлагом, что у кого есть. И теперь я так вот уплотняю поверхность. Ну вот, вполне себе удобно кусочком досточки уплотнить. Это я приготовила для того, чтобы сверху все-таки слегка припорошить. Хорошо, вот у меня грунт здесь смешанный, подготовленный. Тут у меня и вермикулит, и дерновая земля, и торф. Оно прижало. Сюда я добавляла снова же баверию, комплекс грибов и бактерий для того, чтобы обеззаразить дальнейшем рост на всякий случай. Помните об этих препаратах, потому что они очень выручают, особенно на стадии прорастания рассады. Все скажут, и везде будет написано в каждом учебнике о том, что семена не присыпают мелкие, а только прижимают в почву. Но я сильно засыпать и не буду. Я просто сделаю вот так вот сверху, поместив сюда грунт, который немножко подсохший. Он все-таки с влагой, холодненький, влажный. Слышите? Просыпается. И я просто сделаю такое вот движение для того, чтобы там, когда начнется уже прорастание семидольных листиков и корешков, чтобы было за что зацепиться этому семечку и этому корешку. Оно то будет всасываться. Но так для меня надежно, так мне спокойнее. Дальше мы немного увлажняем наш субстрат. Если у вас в ассортименте будет и бегония, и лабелия, то в таком лотке можно разделить на три части. Какой-нибудь перегородочкой, чтобы мы потом понимали, кто где растет. Из чего сделать перегородочку? Да хоть из чего. Куточек пластика отрезать, картоночку какую-нибудь. Ну, я с вами буду делать это на глазок. И вот я снова взбалтываю. Получается такая здесь движение уверенно. И делаю так. Раз, трех, плех. Еще раз взбалтываю. Трех, плех. Бегонию посеяли. Что это дает? Во-первых, равномерно распределяется. Во-вторых, вместе с водой с достаточным количеством семена втягиваются в почву. И вот этого запаса воды, в принципе, должно хватить для того, чтобы растеницы, семена проросли. Это в идеале. Если вы будете видеть, что ваш субстрат подсыхает, то вы можете обрызнуть с пульверизатора. Либо иногда бывают такие пассивные лоточки, которые вставляются в поддончик. И тогда снизу. Вы спросите, а чего ее не устраивает сухой посев? Ну, во-первых, рука всегда у неопытного человека может дрогнуть. Это раз. Потом, когда вы посеяли сухим методом, то сверху хочется сбрызнуть из пульверизатора. И вы делаете это вот пшик, пшик. И ваши семена делают пшик, пшик за пределы. Либо распределяются по краям вашей емкости. И если вы захотите поливать из леечки, какой бы мелкой она ни была, снова получается плюх. И они разлетаются по сторонам и распределяются по емкости крайне неравномерно. Где-то загущены, а где-то вообще их нету. И тогда трудно вообще будет за ними наблюдать, что с ними происходит. Давайте, что это у нас? Петуния покрупнее уже. Так. Сбалтываем легким движением руки. Думаю, это сумеет каждый. Вот пошел водяной смерч. И следующий рядок у нас получается. Трех. Снова сбалтали, чтобы там равномерные семена были. Плехух. Все. Можно посеять лобылью. Раз уж сеем, так сеем. Я вам уже все покажу, чтобы больше запомнили. Снова взбалтыванием. Мы позволяем равномерно распределиться семенам в этой толще жидкости и делаем трех. Плехух. Здесь у меня уже получится цветочная клумба, но мне главное показать было вам этот метод с новым названием трех. Плехух. И вот после нашего заливного метода, как я вам обещала, через вполне себе крупненькое чайное сито, я вот так вот припорошиваю. Мало того, что они втянулись, так еще сверху у них будет дополнительная такая влагоемкая защита. Все. Нам кажется, ничего не поменялось. Но вот если я на ладошку, видите, сколько получается. Оно легкое и достаточно просеянное. И не помешает. И теперь, когда вы заметите, что оно вдруг подсохло, то вот уже потом можно будет сверху сделать из нашего поляризатора, опрыскивателя, не сильным нажимом произвести опрыскивание. Тогда будет порядок. Спасибо за внимание. Пусть ваши цветы радуют вас и ваши усилия никогда не проходят даром в любой области. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!